Всем привет! Сегодня готовим очень интересный завтрак. Первая часть у нас будет посвящена ростбифу, а вторая часть мы уже там сложим, да, там уже не так важно. Главная часть этого ролика это как сделать ростбиф. У меня уже было один или два ролика, где я использовал ростбиф. Здесь, соответственно, я хочу напомнить еще раз, выбрал другой кусок мяса. Ну и, соответственно, как все будет в конце, досмотрите до конца, поймете, что все очень просто, не сложно. Ну и, конечно, когда мы делаем ростбиф, безусловно, мы должны учесть, что для этого требуется время. Но зато этот кусок мяса у вас будет не на один раз. Вы потом будете им пользоваться, потому что он в холодильнике лежит прекрасно. Три-четыре дня спокойно нарезаете, кайфуете. В общем, дальше уже сами все разберетесь, как его использовать. Я вам покажу свой вариант. Значит, я взял сегодня на рынке вырезку, а если быть точнее, голову, то есть самую толстую часть. Здесь две дополнительные прилегающие мышцы. Ну и, конечно же, хочу сказать, что вырезка нынче не дешевая, это понятно. Но зато и результат получается из нее быстрее, мягче, нежнее, вкуснее. Вырезка. Я тут убрал пленочки, соответственно, вот две вот эти части. Сама по себе вырезка всегда она жиденькая. Чтобы ее обжаривать, и она была, ну, держала какую-то форму, ее нужно предварительно связать чем-то. Значит, вместо нитки, у меня кулинарной нитки не было, бежать в магазин, как бы не с руки было. Я взял просто бинт, значит, его скручиваю, стряхиваю и связываю розбив. Для того, чтобы придать ему форму колбасы. В целом тут, наверное, мне много не надо завязок делать. Если у вас есть кулинарная нить, можете почаще его завязать. С более короткими расстояниями от нитки к нитке. Я его так, в целом, прихвачу для того, чтобы у меня форма моего куска была такая, круглая. Где-то будут ниточки, ничего страшного. Просто уберете их. Марля – это нормальный элемент нашей жизни. Никто от него не травился, если вдруг что-то где-то у вас там попало немного. Потом, во всяком случае, после запекания всегда можно его убрать. Еще одну ниточку. Маринадов существует много. Шеф-повара все находят какие-то свои истории. Я тоже нашел свою историю с маринадом связанную. Простую, доступную, без всяких лишних. И, знаете, не утяжеляющих вот эту прекрасную, как бы, часть коровы, которая нам принесет массу пользы. Соль. Соли немного. Потому что я в маринад привык еще добавлять соевый соус. Он дает очень хороший вкус. С другой стороны, я же буду делать розбив сразу из-под ножа. Я имею в виду, что там двое суток его выдерживать не надо ни в морозилке, ни в холодильнике. В морозилке выдерживают те куски мяса, которые жесткие сами по себе. Ну, по природе, да, дешевые куски мяса. Если вырезка, то, конечно, ее после запекания не надо вызревать еще какое-то долгое время. Обязательно розмарин. Розмарин надо снять со стебля. Все эти листочки. Я его еще прохожусь немного ножом, чтобы он был помельче. И когда мы разрезаем, высвобождаются наши ароматические масла. Ну, не наши розмарины, соответственно. Розмарин наши или твои? Ну, общие, короче. Все, розмаринчика. Розмаринчика много не бывает, даже если вы ошибетесь. Пять веток туда не кидайте. Ну, одну-две ветки как раз такие зелененькие, свеженькие. У сушеного розмарина вкус немножко попроще, потому что вода вместе с эфирными маслами, с частью эфирных масел улетучивается. Свежий, конечно, поароматнее всегда будет. Чесночок вот такими долечками нарезаем. Ничего такого особенного нету. Я, с вашего позволения, перчаточки надену, потому что... Ну, сейчас там будут агрессивные среды всякие разные. Чтобы мне лишний раз не подвергать опасности свои руки. Все, кто не работает в общепите, твердят про перчатки, про какую-то гигиену. Ребят, перчатки повара чаще всего надевают когда? Когда стоят на раздаче, то есть перед людьми, и что-то накладывают руками. Второе, это когда работают с агрессивными средами, уксус, соль, сахар, масло, все это вместе, потом кутикула нарушается, начинает трескаться от большого, от частого мытья рук, трескаются, высыхают пальцы. Потом попадает туда всякая разная зараза, все начинает воспаляться и так далее. Чтобы этого не происходило, вот перчаточки как раз. Это в большей степени безопасность для повара, а не для всех окружающих, потому что у повара всегда руки чистые. Понятно, что если он там не чешет себя, а потом тут же руками берет, это все еще зависит от аккуратности самого персонажа, скажем. Это в жизни у нас вообще, в любой отрасли. Один смотришь, прекрасно одевается, а второй выглядит как бомж. Значит, добавляем соус соевый, просто-напросто поливаем его. Я все веду к чему? Что если мы долго не маринуем розбив, то я рекомендую добавлять большое количество соевого соуса. Пусть верхняя часть просолится, внутрь она не пройдет, чтобы когда вы нарезали, у вас вот этот соляной край, просоленный край, чтобы он в общей массе хорошо реагировал на вкусовые рецепторы. Значит, чеснок. Сейчас это все аккуратненько мы обмакиваем, обваливаем. Теперь можно добавить растительного масла. Кто-то добавляет горчицу, кто-то добавляет там соус, в смысле не соус, а бальзамический уксус. Остановимся на базовом наборе ингредиентов для маринада. Я вас уверяю, вам понравится 100%. Даем постоять хотя бы минут 30-40. В идеале на ночь бы его, но если на ночь вы оставляете, то тогда поменьше соевого соуса. Без черного перца никуда. Обязательно черный перец, обязательно, обязательно. Черного перца можно побольше. Можно дробленое использовать, можно смесь специй использовать. Опять же, это все промакиваем, обваливаем. Когда он полежал полчаса и подмариновался, пора его обжаривать. Для этого нужно хорошенько раскалить сковородку. Ну, то есть, поставьте ее на огонь и не трогайте какое-то время, пусть она наберет температуру. Значит, масло небольшое количество льем. Это у нас не драники, не оладьи, где требуется побольше масла. Здесь масла много не нужно. Задача. Обжечь со всех сторон, чтобы дать корочку, дать реакцию майяра, чтобы вкус был. Это же говядина. Вкус должен быть интенсивный, яркий, мощный. И начинаем обжаривать. Чеснок, розмарин будет пригорать. Ничего страшного. Это все даст ароматику дополнительную, знаете, как аромат копчения и всего прочего. Мы его стряхиваем потом. И все. У нас нет никакого горелого чеснока. Поэтому не обращайте на это внимания. Вот дымовая завеса началась. Значит, все правильно делаем. В целом все. 5-7 минут обжариваем, чтобы у нас аромат появился. Дымовуху устроили. Чуть-чуть из розбифа жидкости все равно выделяется. Это же мясо кусок. С жиром сталкивается, влага начинает взрываться. Капля жира вылетает, горелочка поджигает ее. И мы без всяких алкогольных напитков делаем фламбе. Все, смотрим, что у нас подгорело. Лишнее все стряхиваем. Нам эта вся шелуха уже не нужна. Выкладываем на противень кусок мяса. И все соки, и чеснок, и остатки розмарина, которые были в маринаде, можно сверху я всегда выкладываю. Чтобы вкус дополнительный был. Размахиваем дым на кухне. Духовка 110 градусов. Желательно выносной термометр. Если нет выносного, то просто обычный термометр, которым вы будете периодически тыкать. Но выносной всегда лучше, потому что не надо 10 дырок делать. Я его выставляю на 62 градуса. Кто 58, кто 60, кто 62. Втыкаем термометр таким образом, чтобы он зашел поперек волокон. На вопрос вы спросите, почему? А потому. Потому что если, вот вы наверняка заметили, нерадивые блогеры втыкают термометр с торца. И у вас получится вот такая дырка внутри. Потом вы будете нарезать, и у вас все время в кусочках будет дырка. Чтобы дырки не было. Мы втыкаем поперек. И тогда у вас на одном кусочке будет дырка. Ну, то есть, вместо от термометра. Все остальное будет идеально, ровно, красиво. Все. Сюда куда-нибудь вот в толстую часть, в серединку мы втыкаем. Оп. Вот так. Что он показывает? 26-24. Уменьшается. 22 градуса. Ну, почти комнатной температуры. Значит, в чем смысл низкой температуры в духовке? Внешняя температура низкая, не так быстро выжаривает и высушивает верхнюю корку. Можно 200 поставить, и у вас до 62 довольно быстро температура дойдет. Но тогда у вас край будет высушенный. А так мы стараемся его оставить на срезе более равномерным. Но потом это все будет видно. Ставим в духовочку, прилепляем термометр. Ждем, когда он пропиликает, тогда розбив будет готов. Так, пока розбив готовится, у меня тут несколько других приготовлений. Я буду делать сэндвич. У меня есть совершенно прекрасный, красивый, классный, мягкий пшеничный хлеб. Даже в магазине из-за того, что булка большая, режут его четвертинами. Это очень удобно. Ну, жадничать не будем, да? Два кусочка. Этого будет достаточно. О! Большому куску их рот радуется. Вот, вообще. Сэндвичи такого типа, конечно, вот на этом куске это на одного человека будет. Хлеб рекомендуют всегда резать хлебными ножами. Зубчиками, да, такие. Я вот зубчики никогда не использую. Видели, сейчас я прям... Японские ножи режут все. И хлеб в том числе. У меня много лет я фанат таджира. Я режу таджира. У меня здесь таджира. Ножницы таджира. Ни для кого не секрет, что я люблю этот бренд и всегда о нем рассказываю. Во-первых, японцы аутентичная нация, которая любит ножи, которая делает их давным-давным-давно. Фишка ножей японских это сведение. Ножи таджира всегда тонкие. Тонкая пластина. В отличие от европейцев, которые делают толстую пластину. Сведение большое, как у топора. Тяжело им и резать. Когда тонкая пластина и сведение от обуха прям... Во-первых, очень острый угол заточки. Японцы любят 13, 14, 15 градусов такие точить. Так, на сторону, да. Тогда как европейцы 21 точат на сторону. То есть у них более толстый угол. У меня здесь наборчик вот этот Pro. Я им когда режу. Но в большую часть времени я работаю во всех роликах только этим ножом. Он со мной днем и ночью активно везде на все мероприятия, на все поездки. Я вот за два года его впервые заточил недавно. Поэтому он у меня вообще как масло, хлеб проваливается даже незаметно. Кайфую. В общем, я все это к чему говорю. К тому, что по ссылочке внизу в описании под роликом вы всегда можете перейти в официальный магазин Таджира. И получить скидочку 10% от меня по промокоду Емельяненко. На любую продукцию. Что есть? Хлеб мы намазываем, конечно же, сливочным маслом. Тут никакого спора нету. Берем маслице. И вот так вот намазываем. Оп. Извиняюсь, если шум вдруг от открытого окна. Но у нас дымно, поэтому приходится с открытым окном, чтобы проветривалось все. А то не видно, ничего будет. Хлеб намазали сливочным маслом обильно. Я не буду мыть сковороду. Мне нужно, чтобы там вот остатки от обжарки розбифа были. Поэтому я салфеточкой убираю то, что там подгорело и лишнее масло. Все остальное оставляю. Поджигаю. И перед тем, как обжаривать, я что делаю? Я беру. И с другой стороны тоже немножко намазываю масло. Опа. И сразу же выкладываю куски на сковородку. Выкладываю. У меня в большую сковородку не входит такой большой хлеб. Кто придумал такой большой хлеб? Все. Теперь перчатки можно снимать. Долго в перчатках нельзя работать, потому что руки потеют. Очень плохо. Они морщинистые становятся. Хлеб надо хорошенько обжарить. Буду тогда по очереди. Раз он весь не касается, он должен весь касаться полностью. И температуру высокую. Я, например, обожаю жареный хлеб. Не люблю, когда его сушат в духовке. Или поджаривают в духовке. Он весь высыхает. Если еще тоненький, он превращается в сухарь. Есть неудобно. При обжарке у нас температура высокая только здесь. Здесь сверху нет температуры высокой. Появляется корочка. Переворачиваю, появляется корочка. Внутри мягкий, хрустящий, вкусный, классный. Он еще оживает. Что у меня будет под розбив. Намазка так называемая. Берем в какую-нибудь мисочку крем-чиз. Сыр творожный. Без ничего. Добавляем сюда. Сложно назвать это чайной ложкой. Но типа полбанки давайте добавим. Хватит у нас на два. Может не хватит. Давайте еще чуть-чуть. В магазинах продается ореховый соус. Его в японских ресторанах подают с салатом чука. Зелененьким. Да, такой крахмальный. Когда в магазине покупаете, все время он стоит и стоит. У меня даже стоит. Я его не так много использую. Но вот для таких вещей, на завтрак, например, да, по сути, я хочу вам сделать завтрак. Крем-чиз сам по себе вкусный. Но если туда добавить ореховый соус или кунжутный, его еще называют. Вот это будет фантастика. Вот смотрите, видите, вот такая румяная корка должна получиться у хлеба. Добавляем сюда перчик. Потому что перчик никогда не помешает. Это же говядина. Все, смешиваем. Два апельсинчика. Как я люблю японские ножи. Очень. Как масло. И выжимаем сок. Берем, короче, всю эту баклажку. Я делаю так. Вот этот жмых, который здесь остается, я его тоже отправляю в сковороду вместе с соком. Вот этот жмых дает что-то такое вязкое и яркий аромат вот этого всего. Потом, конечно, процежу. То есть, просто-напросто берем сок, жмых и кипятим. Нужно, чтобы в два раза уварился весь сок по объему. Теперь выпаренный сок нужно процедить. Какой-нибудь ситечко. В перепонках у апельсинов, мандаринов, в общем, всех цитрусовых, очень много пектина. Он завязывается. Сахар концентрируется. И вот таким концентратом можно, на основе, вернее, этого концентрата можно готовить различные соусы. Все это протираем. Часть разварившегося пектина тоже туда упадет в сок. Видите, получился вот такой вот концентрированный апельсиновый сок. Попробуйте его сразу. Фантастика. Яркий, сладкий, ароматный. Теперь на основе этого... Ее повара называют редукцией. На основе этой редукции делаем заправку. Ложку зерен горчицы. У меня еще промытая горчица. Я добавлю еще промытых зерен горчицы. Сама редукция. Ну, смотрите, не очень много. Надо, чтобы было сладко, вкусно. И чтобы еще у нас туда поместилось масло. Масло любые льем. Значит, оливковое. Плюс-минус один к одному. Помимо горчицы. Редукция и масло должно быть один к одному. Я еще добавляю какое-нибудь ореховое масло. Можно трюфельное. Это вот миндальное у меня с ароматом трюфеля. Масла могут быть любые. И все, аккуратненько взбиваем, 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 взбиваем. Идеально, конечно, взять какую-нибудь бутылочку. 0,3. Такой, знаете, с большим горлышком. Туда сливаете все ингредиенты. Три раза. Все, готово. Очень хорошо эмульгирует. Очень хорошо соединяется. Да, мне достаточно всего. Единственное, что я бы сюда добавил чуточку соли, чтобы баланс был. Сладости. Кислоты. Вот такой розбив. Видите, часть влаги вышла. Я бросил салфеточку, чтобы лишняя влага впиталась. Я даже пока не буду термометр доставать. Мясо накапливает температуру. И вот при комнатной температуре какое-то время еще, минут за 10, оно дойдет до 62 градусов. Если сейчас вынуть термометр, то через эту дырочку польется сок. Он и так выходит оттуда. Поэтому лишний раз отверстие не надо делать. Мясо должно отдохнуть. Иначе оно будет плохо резаться. Соки из него потекут. Мне это не надо. Мне нужно, чтобы мясо полностью остыло. И тогда розбив будет готов. Розбив готов. Нарезать нужно максимально тонко. Максимально тонко. Вот смотрите. Какой равномерный прогрев. При том, что это край самый. Внутри вообще все идеально. Главное правило. Чем тоньше режем мясо, тем меньше значение, насколько оно твердое. Толстно нарежьте вырезку, она тоже будет у вас плохо жеваться. Видите, вообще прям огонь. Два часа постояло. Остыл. Первый слой. Это у нас сырная масса. Аккуратно наносим. Добавляем. Распределяем. Теперь сюда добавляем листочки, цветочки. И розбив. Вот он сочный, нежный. Выкладываем его. Я думаю, от такого завтрака ни девочка, ни мальчик не откажется. Любой вообще. Подросток, дедушка, бабушка. Нежнятина такая. О! Побольше, побольше мне таблеток от жадности. Цинус такой. Все потекло. Ребят, ну. Что тут скажешь? Пару веточек для украшения бросим? Бросим. Отчего не бросить? И подаем. Вот это настоящая порция завтрака. Берете ее и вот так. Сейчас покажу, как надо. Вот так вот его сейчас. Розбив, куда пошел? Ребята, это разрыв. Девочки, готовьте такой завтрак своим мальчикам. Они вас подарками засыпят. Мальчик, беру с вас обещание. Если девочки будут такое готовить, пожалуйста, подарки. В студию. Это очень вкусно, сочно. Ну, просто божественно. Ну, и вообще. Даже иногда можно вместе готовить. Это очень сближает. В пандемию много подписчиков моего канала. Готовили вместе. И потом благодарили, говорили. Блин, это так вот, когда сидишь один дома, это вообще так вместе. Все классно получается, вкусно. В общем, я к чему. Дружите. Любите друг друга. Будьте добрее всегда, внимательнее. И весь мир повернется к вам лицом и улыбнется в ответ. Пока, до новых встреч.